Здравствуйте, Аркадий Нович! Владимир спрашивает. Очень интересна связь развития сознания и легкости обучения иностранными языками. Если таковую же, уже можно было бы проследить на примере других людей. Заранее благодарю. Дело в том, что в основе практически всех языков, известных сейчас на Земле, лежит один праязык. И вот, когда человек начинает развиваться и ломает одни горизонты своего восприятия, другие горизонты, то есть расширяет сознание и выходит на этот праязык, то все остальное становится, ну, уже проще. Там где-то буква добавляется, где-то убавляется, а в основе все тоже. Я вот только что был в Венгрии, там на дверях везде написано «толни». Я как-то не очень долго мучился, я сразу понял. «Ке» добавить надо. Будет «толкни». Вот так. А это уже другой язык. Но в основе это все равно всех языков еще про санскрит находится. Санскрит – это тоже уже следствие. Но есть про первый санскрит. Вот там, там надо искать все корни языков. Всех языков. Все языки. Любые. Причем в разных языках, там есть как бы свои заморочки. Какие-то буквы не выговаривают, поэтому как-то заменяют их, чего-то добавляют. А все равно все то же самое. И если эту закономерность видеть, понимать и знать, то обучаться этим иностранным языкам очень легко. Но есть еще одна способность понимать язык – это понимать по смыслу, как бы внутреннему, духовному, который вот в душе появляется. Можно не понимать внешнее звучание, вот как он там журчит этот язык. А внутри-то все раскрывается. И ты понимаешь, о чем идет речь. Такое тоже очень часто бывает. И это тоже все очень помогает изучать иностранные языки. Скажите, пожалуйста, важно ли качество питания для духовного развития? Ну, в питании важна умеренность. Запретов никаких нет. Там кто-то говорит, сырое день, а то, другое, третье. Ну, здесь авторитет Иисуса, если вас устроит, то я могу привести его слова. Он сказал, не то осквернеть человека, что входит его в уста, а то, что из них выходит. Понимаете? Не то, что вы съедите, а то, что вы скажете. Вот, что может оскверенить человека. Остальное может есть все, что хотите, но только умеренно. Ничего не надо делать сверх меры. Потому что, как говорит вот один из будущих докладчиков на этом нашем фестивале, академик Полетаев, он очень остроумный и замечательный человек. Он шутит так. Все, что человеку нравится, это или ему вредит, или аморально, или от этого толстеют.